всех приветствую христос посреди нас меня зовут дмитрий я христианин пытаюсь быть христолюбцем да это мой дневник сегодня 26 02 2017 сегодня последний день так называемая маслица а завтра великий пост и я решил записать такой дневник великого поста а к чему хочу приурочить ну я немножко себе скажу да пишу мнение в принципе для себя ну и можешь кому интересно будет послушать может кому для своих а может в открытом доступе потом оставлю ну и не знаю что нарежу какое получится объемом я хотел просто рассказать вот я уже так скажем больше пяти лет живу такой уединенной жизнью ну и по-разному пытался поститься у меня есть конечно же христианские убеждения вот и я хотел бы в этот раз я уже пробовал вот был рожден но я по-разному постился все эти года конечно же потому что пост неотъемлемая часть жизни христианской да и вот в этот раз я хочу я принципе скажу как я хочу попаститься я хочу неделю голодать первую потом все остальные недели есть и последнюю неделю страстную седмицу тоже голодать голодать так называемым мокрым голоданием как называют только то есть пить одну воду если да вот ничего не есть а те дни которые между неделями первые последние есть один раз в день вечером ну это не доска как говорится да на самом деле это не не с бухта барахта мое решение я как бы давно живу такой жизнью специфической так скажем да а как бы цель у меня всегда было прийти к минимуму да здесь я много не буду рассказывать час я вот хочу как бы предисловие такой сделать я просто уже вот был рождественский пост и я хотя там ничего не привязывал снег днями даже начал намного раньше поста и в принципе 60 ну где-то два месяца я ел один раз в день и даже пропускал там среда пятница и у меня получалось что чуть ли не по двое а если взять всего лишь один перекус вечером в четверг то я в принципе не ел по четверо суток да еще хотела тебе сказать что в принципе я болен да у меня больше трех лет болезнь неизвестная да ну как может и многие у меня дикая слабость у меня круглые сутки уже четвертый год болит голова у меня дистонита скажем мне давление скачет у меня пониженный пульс около 50 у меня слабость я нигде не работаю теперь руками я там чуть-чуть в интернете зарабатываю и вот так живу уже в отшельничестве больше пяти лет но это правда не из-за болезни я до болезни ушел и у меня экзема последние два года она была всю жизнь на последние два года активировалась и если раньше на там чуть-чуть вылазил да потом она все нормально было то последние два года она наоборот всегда присутствует и там может быть на месяцочек на другого идет я хочу в принципе показать как раз потом результат вот видите у меня там на пальцах какие вот она опять начинает как бы расходиться я чувствую да вот должно быть видно вот видите какие пальцы я хочу общем-то для себя тоже сделать вот вот хотя она сейчас уходит я конечно веру кто меня знает я считаю что все от бога даже господь и воскрешает мертвых да вот поэтому не с этой целью конечно но вот я хочу сейчас для фиксации сделать и поэтому конечно тест будет не совсем грамотный да вот даже вчера вчера была суббота то есть получать два дня до поста и я сидел уже ночью вот в 12 ночи там чуть-чуть занимался фотошопе и у меня упало давление и пульс я чувствую я поплыл хотя сидел себе стоял я муж вообще бы упал у меня звездочки я пытаюсь в экран смотреть я ничего не вижу оказывается черные звездочки которые летают с такой окоемочкой как молния вот но если вдалеке смотришь они кажутся маленькими на экрана не видим большая не даже заслоняли шрифт я не видел что на экране я понял что мне плохо плохо мне постоянно у меня приступы через там два-три дня адские боли бывает даже рвет от боли вот там слабости игры все это с рисучками наоборот давление может подниматься вот так я живу уже больше трех лет и поэтому конечно не получится так сказать знаете там как если хорошо чувствовали плохо я себя чувствую всегда плохо да но вот я когда я к чему хочу еще сказать я когда вот эти 60 дней прошлые вот получается где-то 4 месяца назад этот рождественский пост был где-то в октябре сейчас вот вы видите конец февраля вот это октябрь-найбрь я там два месяца вот так жил в принципе один раз питался я себя отлично чувствую я никогда так себя не чувствую вообще в принципе хотя болел также руки там тоже хотя руки может быть после этого подуспокоились тоже и вы знаете когда я стал пропускать слишком много вот я стал среда пятница да мне заплохело в один день и я струхнул и подумал что но может быть я уже все ну я конечно чуть-чуть схуднул хотя и так не толстый вам не во мне 185 роста и вес я не знаю даже весов нет но где-то около 75 конечно я потерял в мышцах за эти пять лет я ничем не занимаюсь там не спортом да хотя раньше я был такой но завтра может быть тут есть я живу в деревне в лухомане вот я может быть схожу вы там в медпункт есть вроде из получится может быть взвешиваясь чтобы посмотреть на результат мне интересно конечно вот ну я так я уже давно ничего не меряю но у меня есть этот манометр я там буду мерить давление пульс так для прикола чисто сам я не на это принципе все равно вот но я много читал много слушал и в принципе я буду тогда параллельно рассказывать в этом дневнике что я узнал и почему я так решил вот а сейчас я просто ну вот я минут 10 поговорю что немного затягивать вот я тогда вот как бы немножко меджанул игры и как бы вот вышел из этого поста и опять стал питаться два раза в день я не кусочничаю уже в принципе тоже давно вот но я стала опять пить чай кофе какое-то время там бросал потом опять вот ем я два раза в день бывало что и начинал опять кусочничать потом оставляю вот ну чаще все-таки прихожу к нормальным питанием ем я только натуральные продукты вот что свое я на городе выращиваю это я кое-что стал опять покупать там майонезик еще что-то и вот решил все таки уже раз навсегда в жизни от этого отказаться вот уже буду жить более поэтому этот пост он такой как бы я не люблю вообще посты в принципе в том плане что вот этого раскачку я считаю человек же должен жить постоянно хотя организм достаточно быстро адаптируемые у человека мы не животные и животные разные бывают вот но вот я люблю постоянство и с ним легче жить это правильно я считаю вот поэтому буду я то есть вот входить в него и я именно хочу и выйти в том же в чем вошел да то есть я действительно хочу остановиться на разом питании с это мне подходит и вот я вам расскажу о методике какую я еще узнал еще меня опять уже более подтолкнуло и я прям с такой радостью на самом деле даже не мог вот кажется завтра не буду есть неделю до завтрашнего дня должна быть тоска печаль у меня радость я не мог эти дни тут несколько дней дождаться когда же быстрее 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 да вот и чтобы это начать тем более просто есть опыт да вот сейчас я буду вечером готовится я на самом деле хочу почистить кишечник все таки да вот ну хочется мне там кое-что вычитал не то что я этому придаю большое значение я буду потом рассказывать на походу дневника кому интересно вот и хочу сейчас вечером почистить чтобы завтра и буду рассказывать что я там узнал тоже есть конечно вот некоторые вещи на которых люди притыкаются на самом деле можно жить и в радость вечно постясь да вот но об этом я тогда буду рассказывать уже входа дневника ролики постараюсь писать небольшими даже то что я сейчас 10 минут записал это кошмар вот но может быть я буду писать не каждый день хотя вот эту сейчас голодовку семидневную так назовем я буду писаться каждый день а потом ежедневный может быть там раз в 5 дней буду просто сообщать какие-то дела ну все до завтра завтра вечером напишу напишу в новый ролик посмотрим что там получится после первого дня мои голодовки но все смотрите дальше ну что первый день прошел моей голодовки на мокрую хочу поделиться вчера я выпил вот в предисловии где записал это был день перед началом голодовки голодания да просто я решил по вот все-таки не кое-что там почитал мне стало интересно я как раз в медицину не верю абсолютно да либо это просто тупо опыт людей а причем основной массе людей не верующих бога да вот но мне интересно кое-что проверить и для меня тот день прошел легко я не первый день так скажем пащусь как вы уже слышали в прошлом ролике да вот поэтому день прошел обычно нормально но правда я никогда не чистил кишечник куда то есть я выпил ну там так называем тюбаж попробовал сделать и потом слабительное то есть смысл там один и тот же просто 10 грамм магнезии вот так называемый в народе магнезия на самом деле как там магния кальций магния или что-то такое да вот носить раз могу показать пакетики туши сам забыл ну все знают народе магнезии можно брать здесь храм я выпил там что-то грелку держал ну чтобы опорожнился то есть опустошился этот желчный пузырь желчи выдал последний раз ну и выпил там сколько-то грамм 50 получилось у меня там можно 60 вот этого раствором вот конечно пить его ну отвратно но пить то можно хотя конечно каждый день такую процедуру не наделаешься вот все это где-то в 9 часов уже было 6 поел я вечером и вот выпил и не знаю первых меня в сон потянул я сейчас может быть немножко у меня уже глаза я честно спать уже хочу я чуть задержался хотел пораньше записать время вроде 9 часов вот но мне сейчас режим всегда сбитые я уже говорил что я в принципе болею мне не совсем получится адекватные так скажем одно дело вот руки кожи да интересно тоже как какой эффект даст это да хотя я все приписываю богу а по сути мой пост это такой маленький шаг очередной веры да вот то есть и во первых проверить действительно что господь действительно через посты через все это и господь дает да даже человек так скажем приписывающие что-то там природе да вот я ничего природе никогда не приписывал а это такие мои маленькие толчки а где-то даже проверка я в общем-то останусь довольны при любом результате что господь напрямую подается через что-то я за все благодарю господа вот и вот я выпил и не знаю уже сил моих небо я уже падал все глаза вот так закрываются я лег спать тем более я никогда особо не пил с медицины вообще ни на одной ноге думал ой что-то будет страшно сейчас поносить будет вот да ничего я ну и что ну лег точно так же как ты хочешь туалет я просыпался где-то на каждые два часа действительно я смотрел на время на телефон вот то есть где-то каждые два часа я просыпался то есть в два в четыре в шесть и вот так вот потихонечку вставал ну и все ходил в туалет сходишь там пол водичка все выйдет да и все уже давно все пищи видим переварилась этом переживал вот в день я в этот поел больше чем обычно даже потому что мне тут принесли гостиницы пришлось все блины масленицы мне принесли блины и вместо двухразового питания как я обычно ем там в 12 и в 6 литровую где-то литр еды до литровую емкость литр супа так скажем до два раза в день то еще пришлось блинов съесть прилично там три штучки с творога маленьких ну и такими голыми там штучек шесть наверное я их так в этот промежуток с 12 до 6 вот я их лопал вот из путин с в этот день и даже пищи много съел ну все это естественно переработалась и вот я ходил и опять же все индивидуально я давно знаю и всегда так исповедую что каждый организм бог дает по-своему все до плюс зависит от того какой образ жизни ведет что там господь какую господа на тебя промысел до план вот и я в принципе весь день потом вот так и у меня везде не шло вся эта водичка выходила уже потом чистая водичка выходил у меня весь день я хочу просто добрый совет дать да потому что ну как писалось что вот ты вроде как выпиваешь через два часа наступает слабительный эффект ну и за час ты вроде вы вроде освобождаешься я не знаю как кто у меня я верю как ведь я рассказываю специально потом с двух и вот буквально я последний раз ходил бы только что да хоть там и граммы на все выходит поэтому не советую это делать перед тем если у вас вообще-то конечно ну да потом то можно и работать вот все это нет никакой не слабости так скажем да вот можно это делать и во время работы так скажем рабочих голодать да там допустим вот но первый день если тем более кто-то там слабительно употребляет то это я бы не советовал на следующий день какие планы строить кроме каких домашних дел тем более действительно с свободным доступом к уборной до к туалету это будет просто необходим так что так вот но это посмотрим какие будет эффект я никакими клизмами пользоваться не будут там по методам врачей да я просто буду жить вот сегодня первый день завтра второй день день тоже ничего особенного вроде как она третий день бывает переход я вот вкратце опять расскажу постараюсь ролики по 10 минут писать уже 6 прошло вот сейчас вроде как организм питается теми углеводами какие есть в организме да вот я кстати сегодня измерился во мне при росте 185 всего лишь 66 килограмм то есть я давно уже похудел но опять же это в норме то есть норма где-то от 60 до 85 0 65 до 85 и там есть такой коэффициент один тоже в общем у которой 19 до 25 я забыл как он называется вот то есть я тоже в норме но конечно раньше я был верхней норме где-то во мне было всю жизнь 80 вот я даже когда занимался много там спортом качался там тяжелой атлетикой так скажем легкой атлетикой занимался бодибилдингом так называемым да ну и вообще работал активный образ жизни вел да во мне было под 80 даже до 85 доходил я даже мечтал до 90 догнать что так еще и более ну я по массе судил по массе мышечный сейчас я конечно дрехнел я стал очень вяленький такой слабенький вот во мне 66 килограмм оказалось даже вроде я помню 70 вам не было недавно там 74 75 смотрю сегодня померился зашел в сельский медпункт померился 66 килограмм вам не всего но был в комбинезоне потом дом комбинезон взвесил кило 70 и там было 67 700 то есть ровно 66 килограмм вам не вот так что при этом даже можно холодать я уверен и первые дни вот эти два дня хотя в моем случае может быть завтра настанет я так вот сколько почитал и все на опыте узнаю вот то есть вам сейчас питается на углеводах а потом переходит на жиры жиров у меня конечно нет но там какие то наверно не у каждого человека есть вот именно в этот момент может быть вот эта слабость которую многие пугаются и это действительно тот момент когда организм полностью переходит на внутреннее питание жировое и только в этот момент может быть слабость но опять же я узнал рекомендацию очень простую это вот сладкие сладкие что-нибудь выпить сладкую воду то есть сахар употребить и все потому что оказывается сигнал о голодании дает я говорю не не желудок вот а именно сахар в крови поэтому надо просто от сахарочек немножечко организм обмануть показать что вот на тебе и все и все это пройдет и будешь дальше вот организм перейдет на жировое питание а дальше при расщеплении там жиров все то же самое там также выделяется глюкоза или что там или это глюкоза которые или какие-то глюканат они в глюкоза образуются в общем организм живет просто немножко перестроившись вот так что вот так мы все на этом я много не буду рассказывать первый день отлично посмотрим завтра ну думаю завтра будет я уже постился вот завтра сегодня еще расскажу вот так что сейчас буду ложиться спать хоть время вроде бы еще и 10 нет счет меня клонит буду отдыхать осень сажал рассадку там дома много подел всякой мелочь так что ну все до встречи вечера второго дня на этом все пока пока ну что третий день мой второй день второй день моего голодания день прошел так себе на самом деле я говорил что я болею да и поэтому конечно мой мой эксперимент так скажем мягко неудачно до тяжело оценить потому что мне и так плохо бывает очень сильно у меня и голова болит и слабость всегда дикая и бывают именно такие приступы как называемые и бывают они и день и два вот поэтому к сожалению сделать идеальный какой-то вывод не получится вот ну конечно сегодня сильная слабость весь день была хотя и что-то делал там ходил куда-то вот но все равно ну плюс еще ночью там пересидел работал там нужно было сделать срочно по за компьютером вот и конечно и не уже плохо становилось и вот так весь день посмотрим вот и вот этот переходный момент конечно во первых вот я говорю я сказал что я померил да у меня вот при росте 185 66 килограмм и так давно уже похудел и схудал у меня нет никакого ни жира на самом деле и мышцы то у меня вот стали ручки дистрофичные стал вот но потому критерию коэффициенты массы тела так скажем то принципе я в норме нахожусь минимальный до по жизни вот но конечно голодание как таково это и для меня у меня бы легкие цели так скажем познать себя познать пост вот такой познать голодание особенно говорят о лечебности его там да вот так далее то есть вот мне конечно интересно я постараюсь дойти до конца то семь дней поголодать вот ну так называемым мокрым голоданием хотя как я выяснил именно вот что голоданием с научной точки зрения настоящим считается что это не потребление калорий да не поступление пищи вода пищей не является поэтому там пьешь ты нет от этого организм не воспринимает это как пищу я много там что почитала разобрался вот и вот этот переход который сначала идет углеводы первый день первый второй день организм свои собственные потреблять потом переходит на вот это жировое питание так скажем этот период и и может вот происходить с этим с падением так скажем там и давление может упасть и вот это слабостью вот и пульс то же самое может либо участиться наоборот том что это или нападение сахара в крови и именно это есть настоящий голод вот падение сахара в крови ты это действительно инстинкт голода до самосохранения то есть организм подает сигнал что надо кушать вот а желудок то что я вам по-моему говорил или нет что-то не помню и вот в первых этих роликах что это как раз не как вода у врача это узнал все это по по всем этим голоданием что это именно рефлекс выделение желудочного соком вот есть такое упражнение вот это яшимовая лягушка гоняет волны или как там по-разному называется вот это все элементарно убирается вот но правда при этом я сегодня опять выпил что тут я сейчас во-первых я все-таки не дождался третьего дня но опять же написано что вот этот период с перехода с углеводов на жиры где-то так на третий день у всех классические организмы у человека поэтому всех происходит но не считая вот опять же у людей которые до этого как пишет там сидели на диете или вот веганы те же самая вот веган я не ел ни мяса не молочных и даже в общем тех самых углеводов я в основном овощи ем там да овощи каши ем ну там небольшое количество поэтому конечно у меня даже своих углеводов немного да поэтому вполне могло быть что у меня это все сейчас на второй день проходит такое состояние хотя я говорю это может быть мой приступ элементарный мне тяжело разобраться вот если тут какая связь я сейчас кстати вот две-три ложки там съел сахара вроде как вот чтобы обмануть организм пишут просто и что вот этот сахар немножко поднялся и тебе легче стал вроде как отпускает именно вот этот переход с углеводов на жиры и кстати тоже потому что в общем-то считается что ты именно своими токсинами травишься которые у тебя в кишечнике до той же самой желчи который желчный пузырь сбрасывает и поэтому вот поэтому там клизма над делать или еще чуть но я говорю я клизму делать не собираюсь это не мой вариант вот но вот я там же купил этой магнезии слабительного купила с запасом так там хран 400 300 что не помню сколько там да даже меньше вернее я сегодня еще выпил два пакетика но честно во первых на меня на как-то специфически действует я вот и выпил еще ни разу не сходил в туалет да вот нет раз сходил и все и вот вот поэтому как-то я не знаю посмотрим какой эффект будет ну от чистки желудка тоже там ничего плохого не будет особенно магнезия самый легкий самый простой считается хорошее средство натуральное там тоже разные есть мнение кто будет совсем часть нельзя кто можно ну то что я там через день выпил два раза это не страшно то есть методики врачи пишут чуть ли там кто чистит них надо также семь дней все пропить вот поэтому посмотрим вот ну а вот по поводу неедения да и хлада не как организм сработает на это посмотрим вообще что это даст пока я не знаю вот вот так второй день заканчивается ли завтра будет эти день чувство голода конечно нет как такового какой-то мании поесть не больше чем обычно это лишь у здесь зарождается все конечно отчасти скучно да вот делать тоже бывает нечего я удобно сижу постоянно работаю там за компьютером вот ну тоже бывает и слабости какие то есть вы просто иногда и может не я могу себе позволить ничего не делать это не позволение как раз дает те моменты когда ты начинаешь естественно думать и еде элементарно забыв и едет и и не хочешь есть поэтому первое конечно здесь работает потом желудок вот этот рефлекс а настоящий голод он идет от снижения сахара в крови только тогда клетки подают сигнал настоящего уму и телу что до твои запасы естественные вот углеводы по крайней мере все да если бы мы переходим на внутреннее питание то есть на голодание либо мы либо давай их карминас вот так что в принципе но я так скажу что завтра я три дня никогда не голодал то есть даже завтра уже для меня что-то новое будет два дня я пробовал я голодал два дня причем не просто два дня тоже и так и и вкушаю каждый день один раз то есть даже я как бы вот так то есть я садился на минимальную и вообще пи 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 прием пищи еще и вот голодать пробовал но такого как сейчас недельного голодания мне конечно не было вот так что завтра новый день интересный посмотрим выпил я также два кофе в концовке вот один с утра один без сахара как говорят без ничего один вот сейчас тоже после этого двух ложек сахара еще кофе выпил один чай стакан выпил ну и пару стаканов воды это не сказать что и хочется там я вот там падай методики где читал что не обязательно там воду пиваться тебе ничего не да сходишь пей конечно организм нужна вода но живи по чувству не надо там не лишнего добавлять не убавлять ничего все как есть так и есть вот ну и плюс вот этот стакан с магнезией как-то вот так ну и все поверить дубы не повру интересно будет сколько потеряю весе хотят и здесь не моя цель мне наоборот поднабрать вот носа сам факт понять ну и как вообще тем более еще более если уж я больной способен ходу семь дней придержаться то конечно боязни людей что они там от голода помрут правда все смешно получается вот в принципе все что больше сказать особо нечего сейчас вот десять часов сейчас чуть посижу да буду ложиться завтра вот а завтра новый день новый день голода вот так что посмотрим меня больше интересует состояние вот слабость можно жить с голодом не просто голодать то можно лежа как жить вот я хочу счет это понять но это время покажет посмотрим но все всем пока пока за них не осталось всех приветствую третий день моего голодания ну что могу рассказать сегодня полегче вчера было плохо ночью было плохо и с утра так чуть-чуть отходил по той простой причине что видимо я говорю за счет того что я веган и у меня было не так скажем малоуглеводное питание всегда то у меня этот вот этот переход конечно же с углеводов на жировое питание которого у меня про тоже нет не знаю чем будет питаться организм я не жирный совсем я вам говорил что оказалось что у меня приросте 185 уже 66 килограмм то есть я конечно похудел вот и поэтому у меня видимо во вторник вечером ну как в общем-то я там в одной методичке вот и читал то где-то через 60 часов после приема пищи ну или после вот то что я там магнезии кишечник чистил то есть где-то так и наступает видимо поэтому не во вторник вечером так уже и колбасила вот говорил что во вторник вечером сахару 10 грамм съел и сегодня с утра я тоже съел кофе выпил кофе можно чай можно вот я не добавлял не знаю почему-то внутрь не в кофе не в чай а вот просто отдельные кусочки рафинада три штучки слопал они как раз там 10 грамм получается вот и мне кстати полегчало вообще если чувствовал нормально весь день но конечно вот я не делал никаких клизм я говорю я вчера тоже принял магнезию может быть прямую еще ну завтра не знаю а в пятницу точно то что я чуть накупил и я не знаю я хотел бы если в следующий раз буду когда-нибудь пробовать то я буду вообще без силу делать потому что она и магнезия не особо нужно а может и нужно вот ну посмотрим да ну в принципе я говорю я убежден что это был конечно не и что это вообще плохо человеку мне голова очень сильно болел ну вот я опять вам говорил я первых болею да то есть невозможно сделать хороший тест такой вот хотя у меня начало ломить мышцы очень сильно да вот чуть ноги вчера крутила так плохо было мне немножко но вот сейчас пережила днем нормально днем сегодня потом разгулялся и не хорошо бы у меня не голова и до сих пор вот не болит такой на бодрячке немножко глаза вот такие приспущенные тяжелые веки но у меня это всегда вот я четвертый год болею вот именно вот у меня головные боли у меня постоянно голова болит вернее сказал что не болит она болит всегда но вчера видимо опять просто мой приступ был вот и все и поэтому мне было так плохо они постоянно через как раз два дня не краз был в субботу вот он вчера был так что это вот эти веки мои я чувствую как они тяжелые набухшие это мое естественное состояние к сожалению вот но что немножко неестественно хотя после приступ тоже естественно конечно слабость сильная она у меня так есть вот это моя болячка или нет диагноза поэтому я не могу толку вам сказать у меня слабость озноб головные боли бывает очень вот все это сильно это принципе всегда и бывает вот приступ как их называют сильный на сутки на двое кроет потом двое-трое суток нормально ну как нормальный смысле что меня отпускает а наполовину отпускает от приступа вот но при этом вот видите голодаю ничего отлично и сегодня вообще конечно вот и за счет этого того что мне полегче ну нормально день прошел есть не хочется ну я конечно я вам рассказывал что я уже пробовал вот как бы и пропускать пищи и ел я даже вот на рождественский пост почти два месяца тоже один раз в день ел еще вот начал пропускать и опять же видите из-за незнания как-то немножко труханул ну чтоб типа это хорошая трухня до что надо все с рассуждением всегда делать поступать жизни вот я подумал что не стоит экспериментировать а вот скорее всего это и было возможно было также мой плохой приступ и плюс я уже там получалось четыре дня не ел тоже практически через день два ел и день поел и два не ел и мне уже стало плоховеть вот но теперь то я знаю как бы все эти тонкости да вот и поэтому посмотрим делаю я это конечно же яшимову лягушку вот это мне очень нравится потому что вот это открытие который я для себя приобрел что желудок у как аспортится именно желудочным соком и элементарно эта проблема устраняется вот это яшимовой лягушкой гоняющий волны там как она вот мы конечно на восьмой день в понедельник если я до голодаю мы проверим как это да реально ли потом правда есть на следующий день без всяких выхода все что ты захочешь ну есть я буду то что я ел обычно но посмотрим во первых количестве на в количестве могу тоже там ограничить конечно себе это не проблема там половинку съесть моей обычной норме на уже на второй день съесть и полную порцию чего и ем ну и опять же я хотел есть один раз в день дальше там посмотрим вот вот это яшимова лягушку мне очень радует хотя чё-то я в первые дни забывал выпить выпить там воды вперед надо вроде как тоже стакан воды выпить потом не делать но чтобы уровень поднять нам чуть-чуть желудки чтобы легче он оттуда переливался в кишечник но ничего страшного нами так доставал потому что меня он не беспокоил и но главное чтобы он не обжигал ничего да потому что вот этот смысл что именно оказывается кто этого не делает они просто вредят желудку желудочный сок через сутки уже начинает разъедать твой желудок он просто становится больным и раненым вот и все поэтому потом целая проблема выходить из этого голодания да вот и меня это очень радует мы это проверим если это так сообщу я думаю много кому будет полезно и интересно на самом деле вот потом что ничего вот поэтому сегодня хорошо но у меня конечно слабость слабость сильная я вроде делал что тут по дому кое-что сегодня делал много в магазин не надо было ходил в общем конечно что то ты делаешь но ты очень вялый сказать что в таком состоянии возможно я нигде не работаю сейчас да я дома занимаюсь в интернете вот а вот так если на кого-то работать на грубой физической силе или даже на умственной ты будешь выглядеть я думаю что ужасно вот поэтому не знаю это я говорю конечно я болен я и так не могу я поэтому не работаю уже несколько лет вот эти и не ни на кого так скажем потому что это невозможно просто вот там в интернете зарабатываю чуть-чуть ну вот поэтому посмотрим мне главное что вообще это реально ледотерпеть как это происходит как желудком как к состояниям потому что их был бы человек в здравом состоянии он бы мог ощутить особенно вот эти выбросы конечно же и желчи выбрасывается в кишечник для этого и делаешь эти слабительные да кто-то там клизмы я ренки клизмы делать не хочу мне это невозможно делать против моих убеждений религиозных и всяких да вот они все и что неестественным а вот слабительно в принципе она и в природе есть можно любую кто знает есть и овощи и фрукты с которых может нести так вот сейчас их просто нельзя употреблять потому что вот как голодаешь вот поэтому посмотрим как это будет и поэтому именно вот эти токсины то есть опять по кругу все это желчи выброс выброшенная желчного пузыря опять всасывается да именно это делает человека вот таким и как говорят что сюда все это вычищать вымывать то ты будешь нормально себя чувствует даже в период голодания и организм будет питаться жирами но опять же вот у меня никаких жиров нет то есть завтра по идее я должен питаться на жире а как у меня жир у меня нет ничего у меня минимальная нормировочная норма для моего роста 66 килограмм от прям нижняя планка в норме находясь там где-то 60 63 вот так поэтому вот так ну ладно на сегодня все завтра четвертый день новая запись думаю что все будет нормально ну и все тогда всем пока пока до встречи следующий в следующем дне четвертым дни голодания всех приветствую христос посреди нас ну что сегодня четвертый день моего голодания закончился когда я засыпал вчера мне пришла такая веселая мысль что я что-то думал что седьмой день это я же начал воскресенье вечером да то есть 6 последний раз поел ну и начал готовиться вот ну я говорил что я магнезию пил то есть слабительная почистил кишечник и думал что до понедельника вечера теперь буду 7 дней голодать а потом до меня дошло ведь 7 дней это это тоже воскресенье вечера не понедельник вечер понедельник вечер это уже 8 8 дней будет вот а так то есть ты начал воскресенье вечером соответственно Если считать, то понедельник вечер, вторник вечер, среда вечер, четверг вечер. Сегодня четвертый день закончился, пятница вечер, суббота вечер. И воскресенье вечер, это седьмой день. Так что воскресенье вечером я буду уже кушать. Покушаю, попробую. Я как раз хочу проверить эту яшевую лягушку. То есть действительно портится ли желудок при этой яшевой желудке. Или он нормальный, потому что все же беспокоятся об этих выходах из голодания. И вот по той методичке, по которой я иду, так скажем, советом. Вроде как у меня все в порядке с желудком. Но это, кстати, наверное так, потому что не в порядке с желудком связывают такие симптомы, как вот это дыхание ацетоном, типа от человека. И чего там еще-то, и еще чего-то, я же забыл. А, и налет на языке, и вот эти. У меня ничего этого нет, у меня отличный язык, у меня нет никакого запаха ацетона изо рта. Я ничего не чувствую в желудком. То есть я эту яшевую лягушку делаю три раза в день. Мне достаточно, я так понимаю. Вот. Чувствую голоду, у меня никакого нет. Я там веду табличку по той методичке. Сам кое-что там записываю. Вот, может быть, чтобы потом что было вспомнить. И последний ролик, допустим, записать. Сегодня, кстати, удивительно. Вот четвертый день закончился. Получается, уже пятый пошел. Если считать, с шести часов вечера. Сейчас девять у меня. День, кстати, прошел хорошо. Сегодня было очень хорошее самочувствие. Я проснулся очень хорошо. У меня даже голова в первой жизни почти не болела. Ну, не считая моей болячки. Вот. И не было такой слабости. Я нормально себя чувствовал. Вот. То есть, в принципе, все хорошо. То же самое. Выпил. Одну сейчас, может, еще выпью чашку кофе. То есть я две чашки кофе опять выпил. Чашку чая. Ну, и там два-три стакана воды я выпил. Ну, перед каждой лягушкой выпиваю. Вот и все. Конечно, я анализирую. Я для чего еще это делаю. Я думаю, что я поделюсь в интернете. С этим роликом. Вот. Обязательно. Я сколько за это время пересмотрел журналов всяких голодающих, таких обычных людей, да, которые практикуют и выкладывают потом видеозаписи. Сколько все-таки поинтересовался там всякими эти медицинскими. Конечно, я убедился, что все это ерунда, как всегда. Кто меня знает, будет смотреть этот ролик, знает, кто я такой. Кто нет, то я христианин. Причем христолюб и причем такой исповедующий полное упование на Богу и любовь к ближнему, да. И поэтому все это ерунда. Я не голодаю ни ради здоровья какого-то там долголетия. Я не голодаю даже ради болячки своей. С руками никаких вон подвижек, с экземой. Вот я тогда снимал, вот не знаю. Все то же самое. Пока просто не сильно. Она еще и, она же только началась опять сильно расходиться, вот даже перед голоданием. Вот. Как это будет дальше, не знаю. Это уже у меня давно все. Вот. И я не с этими целями. Я уповаю абсолютно на Бога. У меня даже немножко сердце свербит. Вот я сейчас пощусь, как только у меня мысли приходят, что я ради чего-то вот этого, как все там пытаются. У меня сразу полный протест внутри. Вот. И я хочу как раз записать, как христианский опыт голодания. Потому что меня единственное, меня мучает вопрос поста. Я хочу понять, что такое пост. Христос употребляет это слово. Сам он постился. Но кое-что мне открывается. И я думаю, что я... Господь мне откроет. Я всегда молился об этом. Чтобы уже точно. Пост, конечно, это и есть упование на Бога, любовь к ближнему. Это то же самое слово, что и суть Евангелия, и можно много других слов. Я, конечно, подам этот ролик, эту запись, как опыт христианина, опыт христолюбца голодания. И только с этой... Если я вначале что-то там рассказывал про эти клизмы... Ой, не клизмы, а что я... Да, вот, ну, слабительный я пил. Вот. Ну, я говорю, почистить желудок можно любыми средствами. Кто знает, прекрасно есть овощи, которые... С которых очень хорошо. Та же самая тыковка, сливки, да, можно съесть килограммчик. И точно так же очень хорошенечко почистить себе желудочек. Вот. То есть сейчас я это принимал только ради того, что есть медицинский опыт наблюдения, да. Вот, что надо все-таки все правильно делать. И тогда, как бы, одно дело голодание, да. У меня есть, конечно, именно такие цели чисто, может быть, приземленные. Вот, да, правда, все так переживают. А, голод, как же там день не поел. Да спокойно человек может и день, как мы видим, и неделю поесть. И причем, что на воде, что на сухую, тоже одно и то же. Это я убежден тоже по себе теперь. Я пью не потому, что мне хочется. Я даже этот стакан с трудом выпиваю перед этой яшимовой лягушкой. И то, что я пью это кофе с чаем, во-первых, я хочу добить, я хочу опять оставить. Я уже как-то бросал это все пить. И вот сейчас у меня там по последней пачке чая и кофе. Я хочу их допить и больше не пить. Вот. Поэтому пью я их сейчас или после, так скажем, этого воздержания буду пить. Без разницы. По той методике, которую я знаю, это все можно пить, что это никак не влияет на организм. В плане, что как-то организм действительно голодает. Это я по себе понял, что я перешел на жировое, так называемое, питание, которого у меня нет этого жира. Живой пример, что я вот больной и спокойно дальше голодаю. Живой пример, что у меня вес минимальный. Какой мне голодать не для похудения. Хотя многие голодают именно для похудения. Методика это разработана. Потому что человек питается действительно своим жиром. Но я сколько читаю, сколько смотрю. Все это, конечно, голодание все эти. Они не дают нормальной жизни. Конечно, я что-то делаю. Но я говорю, опять же, я официально не работаю. Дома я свободен. У меня нет никаких обязанностей даже. У меня нет семьи. То есть я свободен. Я не лежу, конечно, по американской технологии или по каким-то еще, как говорят. Я просто одного такого выражения слышал. Наверное, и в Америке есть разные технологии. То есть, конечно, я двигаюсь. Хотя я там не заморачиваюсь, как там они гуляют десяти километрами. Я смотрю, слушаю. Да, понятно, что почему так себя плохо чувствуешь? Не достаёт кислорода. Не внешнего кислорода. Я живу в хороших местах, в чистых местах. Поэтому воздух чистый у тебя и в доме. Какая разница. Ходишь, гуляешь. И даже насыщение организма, то, что при ходьбе может быть чуть поинтенсивнее, это понятно. Но всё равно это не заменит никогда пищи. Из того, что там выходит даже тот же кислород из пищи, всё это там разлагается. Поэтому я, конечно, с разными методами попробовать себя и просто узнать некоторые вещи природные. Я подытожу потом по всем параметрам, каким я хотел, какие выводы я сделаю. Может быть, кому-то этот опыт приходится именно с христианской точки зрения. И не какой-то христианской конфессии. Что она говорит, это ешь, это не ешь по таким дням. А именно с человеческой точки зрения. С точки зрения, так скажем, подвижника, может, громко звучит, а человек, который просто решился. И который исповедует конкретную веру. Хотя, я говорю, мы вроде бы все христиане, а живём-то мы как, да? Я думаю, может быть, будет интересно тем, кто меня знает. Ну и кому будет в интернете выходить, может быть, тоже будет интересно. Всё-таки это опыт обычного голодания. Но я именно, конечно, буду сводить это всё к моменту религиозного поста. И вообще, поста в человеке как принципы воздержания. И для чего он. И вот это, и через призму любви. То есть, всё я туда присовокуплю, как обычно. Хотя, вначале я и не знал, как я буду писаться, что буду говорить. Хотя, у меня свои блоги есть, другие каналы. Но это я как, ты ещё не знаешь, да, терпишь, нет, да, сейчас будешь хвастаться. Ну, сегодня четвёртый день, пятый день пошёл, я думаю, да, терпим. Ну всё, на этом всё. Завтра пятый день. Увидимся, тогда что-нибудь ещё поговорим. А так, главное, подытожить потом всё это дело. Есть ли в этом смысл, какой и для чего всё это. Ну всё, храни всех Христос. Пока-пока. Христос посреди нас. Всех приветствую. Это я, снова Дмитрий. Пятый день сегодня, 3 марта. Ну что, ночь прошла плохо. У меня, это не, ну, у меня опять, как и во второй день, болели мышцы. Как будто я 100 километров пробежал, вот, ломил, выкручивал. Поэтому спал плохо, заснуть вообще не мог. Вот, включал там такой, ну, фильм, кто знает, Дом есть такой простой фильм. Там, про, ну, документальный, про природу. С горем пополам, под фильм как-то засыпал там. Вот, потом просыпался, опять пытался заснуть. Опять включал, хоть чуть-чуть отвлекает. А когда просто лежишь. Вот. Ну, а, кстати, на утро, конечно, встать не мог. Была такая слабость. Такая лень и такое нежелание вообще даже встать. Это прям хочется лежать. Не, вообще ничего не хочется. Лежишь так. Вот. Ну что, пятый день. Уже сейчас 10 часов вечера. По сути, шестой день пошел. Завтра суббота. Еще денечек. А в воскресенье уже вечером будем кушать. Вот. Половинку нормы, которой я. Посмотрим. Ну, кое-какие я выводы делаю для себя интересные. Хотел я когда-то так попробовать. Ну, я опять скажу, что я вот болею из-за этого. Причем моя болезнь, как бы, так скажем, по симптомам, очень похожа на симптомы голодающих, да. То есть, тем более, я уже 4 года так, 4-й год болею, да. У меня слабость, головная боль постоянная. Поэтому у меня пульс сам по себе упал, как-то до 4 года упал назад, до 60-ти, 55-ти. Сейчас вообще 50-55 держался. Ну, сейчас так подрос в последние годы, хотя я уже не меряю. Я все это бросил, все эти давления. Вот. И поэтому, как бы, я говорю, жалко, что эксперимент, он не в чистоте идет. Но это, опять же, что касается здоровья. Я христианин, и это голодание, так скажем, практикую с другой целью. И, в общем-то, в конце, в оконцовке я постараюсь подвести. И вот, я думаю, что кто меня будет слушать, если он христианин, ему больше будут интересны выводы, какие я сделаю духовные, чем... Я даже рад, что если это не поможет мне болезнь, я даже... Потому что чем через это воздавать хвалу Богу, кто меня знает, кто я такой. У меня там есть свои каналы, да. Вот. Я все приписываю Богу, считаю, что Бог всему Творец, исповедую целиком Евангелие, где Господь и мертвых воскрешал. Поэтому, конечно, это все ерунда с моей уже точки зрения, что мои руки там, на него ничего даже не проходит. Все как было. Хотя, вроде, на кожных это легко видно. Но не то, что им хорошо помогает, а что на них легко определить, да, эффект. Вот. Поэтому все это, все от Бога, все от Христа. Я так исповедую, так живу. И к еде... У меня были некоторые моменты, я хотел... Почему я даже некоторые медицинские использовал, почитал опять, послушал многие дневников. И, может быть, даже под воздействием этих всех дневников, медиков, я не нашел ни одного христианина, постящегося, да, вот, чтобы кто-то выложил. Вот. Поэтому... Да это немного кого интересует, да, вот. И я поэтому хотел бы, вот, именно с христианской точки зрения, ну, и с моей, конечно, личной, я говорю, поделиться, так скажем, опытом. Может, кому-то будет... Нам всем всегда что-то интересно. Вот, на каждого, на каждый кусочек есть свой ротик, да. Что-то так же это, на вкус и цвет товарищей нет. Вот. Поэтому я, конечно, пащусь с определенными целями, с целями духовными, хочу кое-что. И с целями некоторыми медицинскими. Вот, действительно, я хочу проверить, как он, по поводу выхода, там все выход. Если действительно получится выйти просто так, как вот по той методике, которую я узнал, и мне понравилась, она, она оказалась действительно естественной, правильной. Вот, посмотрим. Поэтому в воскресенье я буду кушать свою обычную пищу, без всяких, там, каких-то водичек, соков и чему-то подобных. На самом деле, я уже говорил, что что мокрое, что сухое, одно и то же, потому что пить мне вообще не хочется. Пить я себя заставляю перед этой яшмовой лягушкой, но чтобы с желудка чуть-чуть сок этот выдавить, так скажем, вот это упражнение, когда ты вдыхаешь, и желудок приподнимается. Вот. Ну, и как бы надо просто стакан воды выпить, чтобы побольше было, чтобы она, уровень поднялся, и он, конечно, в кишечник переваливался, так скажем. И все, и чисто, я не знаю, просто так вот, от безделья. Сидишь это, и вот я, я даже чай не выпил сегодня, две чашки кофе, только каждый день на две чашки кофе, чашка чая. Стаканчик вот я его убрал только что, ну, 200 грамм и то наливаешь неполный, вот и все. Пить не хочется, конечно же, точно так же, поэтому. Да и вообще, вода, она какая-то безвкусная, хотя уже вот 5 дней голодовки, казалось бы, вот, там все можно вкус воды почувствовать. Да, вода как вода. Ну, выпил, да выпил, вот. Чувства голода нет абсолютно, чисто вот здесь. И чисто вот такое состояние. Человек действительно не был вот таким вот, не куматозил. Но куматоз, видите, от недостатка кислорода и сахара, по сути. Ну, кислорода, как я еще понял, говорят, поэтому такой куматоз. Видимо, он все-таки с этой едой, с пищеварением всем как-то идет. Или я в этом не сильно разобрался, вот. И куматоз, конечно, у меня свой, я поэтому не могу сказать, что все это... Но ноги у меня, правда, мышцы никогда особо не ломилось там, потому что я мало тружусь физически. Да, бывает там летом охорот или еще где-то. Да, может такое быть, ты перенагрузился. Потому что сейчас нет никакой физической такой, скажем, возможности постоянно что-то трудиться. А бывают какие-то перегрузки небольшие. Это да. Но вчера-то я же ничего не делал. То есть это какая-то ломка вот от этого голодания была, от пищевой, может быть, мышц все-таки... У меня сейчас с мышц все потребляется, никакого жира у меня нету. Поэтому я думаю, что я с третьего дня сижу на мышечном белке. Это однозначно. Вот. Ну, насколько похудеть, не важно. Я никакую грань не перейду. Я знаю, что это все быстро восстанавливается. Даже с тем же самым я 5 килограмм потеряю до 60. А не потом на той же самой воде, да и на той же самой еде можно набрать, которую я ем. Пусть она даже там не мясная, не молочная. Это все ерунда. Вот. Я, конечно, делаю какие-то духовные кое-какие выводы. Вот. Очень, мне кажется, полезные. Вот. Может быть, когда-нибудь повторю, но это теперь... Я вот думал еще последнюю неделю поститься. Нет, я навряд ли буду это делать. Не вижу в этом никакой смысл. Ну, я потом выводы сделаю, объясню почему. И я говорю, максимум, когда-нибудь я попробовал, теперь как раз хорошо будет сравнить, чем когда ты больной в таком состоянии. Это просто, что все реально. А может быть, когда-нибудь я Господь здоровье вернет, если будет такая воля, хотя мне все равно. Я уповаю целиком во всем благая воля. Болеть значит болеть до конца жизни. Может, хуже будет. Ну, а если я когда-нибудь поправлюсь, может быть, я еще проверю еще раз. Вот так неделька отлично. И может быть, даже не то, что мокрое, а сухое целиком и вообще без всяких там магнезий. И даже вот эта яшевая лягушка, и то я не знаю, в принципе, может, Господь и все так управляет. Хотя яшевая лягушка не требует никаких лекарств. Это чисто физическое упражнение. Ну, грубо говоря, никто же себе к ногам не привязывает гвозди остырьем в пятки, чтобы идти по улице. То есть это нормально, что ты просто человек что-то сплевывает, что-то высмаркивается. Поэтому если ты эту желудочную жидкость чуть-чуть с преизбытком в желудок, в кишечник перегоняешь, чтобы просто не испытывать ложный рефлекс на голодание, это, по-моему, очень хорошо. То есть это просто заметка людей так называемая. Вот. Ну, посмотрим. Так что рассказать особо нечего. Главное, вот, выводы, выводы будут. Я вначале, правда, не особо в предисловии позиционировал, как там какой-то христианский вывод. Я думал так для всех записать. Ну, и все-таки я христианин, христолюбец, и вывод постараюсь сделать духовный, все остальное. Ну, хотя я все сферы схвачу, и медицину скажу свое мнение. Ну, конечно, основная задача моя была понять вот эти все состыковки тела и духа. Вот. На практике. Много я знал на теории, теперь хотел узнать на практике. Ну, все. До завтра. Храни всех Христос. Пока-пока. Ну что, всех приветствую. Шестой день моего голодания. Сейчас уже 10 часов вечера. То есть, в принципе, уже седьмой день пошел. Так что все отлично. Я выжил. На самом деле проснулся плохо. Проснулся, в смысле, плохо. Очень сильная слабость была утром. Вставать вообще не хотелось. Я еле встал. Вот. И очень сильная сухость была во рту. Очень сильный сушняк. Я где-то до обеда пил так. Немного, а просто из стаканчика поцеживал. Потому что прям пересыхало все во рту. Вот такого у меня не было за все эти дни. Вот. Ну, это вот что по поводу, так скажем, технических, технической стороны. Вот. Чувства голода не было. И все эти дни не было. Только вот здесь максимум. Да, вроде бы. Ну, вот. Вроде надо есть. Все едят. И вроде как это естественно. Вот. А так у меня лично никакого чувства там голода. Ничего такого нет. Нет. Вот. Так что завтра вечером я уже буду кушать. Перед запись сделаю. Последнюю. Перед приемом пищи. Очень мне хочется проверить вот это. Действительно ли этого упражнения яшмова лягушка. Втягивание живота. Действительно ли она из желудка переливает желудочную жидкость, сок, то есть, да, в кишечник. И желудок остается неповрежденным, хорошим. И после голодания готов к приему пищи. Об этом немногие знают. И как многие все время пишут, что не столько голодать тяжело, сколько потом выйти. Из голодания, что-то воздерживаться потихонечку на воде, на соке, там, выходить. Мне очень понравилось, когда я это узнал, что вот благодаря такой методике, а это еще от древних-древних йогов, там, все, это не современная медицина придумала. Странно, что сколько я пересмотрел там дневников и всего подобного, и никто об этом не говорит. И вот один лишь врач, который вот именно это голодание там проповедует, именно об этом говорит. Это было для меня прям открытием, если и сам, если что, кому-то скажу. Вот. Если это действительно бережет, потому что завтра я буду есть обычную свою пищу с первого дня. Я попробую, то есть, я все это на себе хочу проверить. Ну и съем, ну, может быть, единственное, может быть, ну, как и понятно, что после голодовки тебе не столько нужно есть, сколько хочется, да, опять же. То есть, я, может быть, съем даже пол своей порции, я обычно ем такую литровую миску супа, да, я съем просто половину и думаю, что мне этого будет достаточно, да, чтобы не перенагружать желудок и так далее. А по поводу качества я буду есть ту же самую пищу, что обычно, то есть, что я ем, я веган, я об этом говорил уже. Вот. А так все то же самое, что у меня там стоит, что я приготовлю все вот это, свои кулебяку там, овощную рагу я там делаю. Я все буду спокойно есть, хочу проверить, действительно ли так, действительно ли эта лягушка берегла желудок. Вот. Это будет здорово, если проверить это. Вот. Ну, а что дает этот опыт, я не знаю пока. Я что-то постараюсь сказать. Вот сегодня ролик сейчас запишу, завтра еще седьмой день закончим. И уже в понедельник я запишу после слове. Я схожу, у меня своих весов-то нет, я схожу в медпункт в своей деревне. И там, я аж до этого хорошо сходил, все-таки мне было интересно, да. Во мне было 66 килограмм, посмотрим, сколько стало. То есть, я это делал, конечно же, не с целью похудения, я и так дрищ. То есть, у меня и так, в принципе, минимальная нормальная норма веса для моего роста 185 сантиметров, да. И тот вес, что был 66, это и так минимальная. Когда-то, когда я занимался там и спортом по ранней юности, молодости, все это у меня там под 80 было, 85. Когда я, в принципе, вот уже много лет так неактивный особый образ жизни веду. Мне как-то до 75, я так понял, 6,7 там снизилось. Ну и что-то за последние годы я вот не измерялся, оказывается, во мне уже он 66. Ну, я говорю, я, в принципе, болею, малоактивный образ жизни ем, ем немного, веду малоактивный образ жизни, ем немного. Поэтому достаточно для жизни. Ну, кое-какие выводы, какие, на мысли придут, чтобы большие ролики не записывать. Я постараюсь в понедельник, в восьмой день, так скажем, в день послесловия, что-то озвучить. Я говорю, я не верю, я даже рад, ничего мне там это на здоровье никак не повлияло. В долголетие, это вообще все сказки, кто может оценить это, помогло это, не помогло это, все ерунда. Про болячки я даже рад, что не помогает там, вот ни кожи, ни моей голове этой болячки. Какие-то мои слабости этой. Потому что я верю в Бога, во Христа Иисуса, сущего над всем, благого Бога, любовь. Поэтому для меня даже это хорошо, что это все не помогает. Я верю, что всем руководит Господь. И только по твоему элементарному слову ты попросишь, что Господа на тебе все даст, что ты хочешь. Это нужно было мне больше для этого. И из этого я, может быть, какие-то маленькие выводы сделаю. Просто я много читал литературу аскетическую, чтобы на практике узнать, что там и почем. А то можно все читать, все кому-то говорить, самому ничего не понимая. Я все стараюсь в жизни делать от опыта, сам опыта. Все прохожу в жизни деятельно, чтобы потом знать, что ты говоришь. Поэтому я для этих целей сделал. И уверен, что как и у нас много какой-то опыт в жизни, мы потом вспоминаем, применяем. Кто-то где-то, как говорится, ушибся или наоборот что-то какое-то достиг чего-то. Потом он это в жизни всегда еще раз неоднократно вспоминает. Я уверен, что результат этого голодания еще откликнется в моих мыслях когда-то, как нужно. На некоторые моменты действительно человек может быть без еды. Это ничего страшного. А уж тем более к таким вещам тебе относиться, как ты пропустил обед. Я раньше-то спокойно относился. А уж теперь вообще себе голову забивать не буду. Человек сутки может спокойно вообще двое-трое быть без еды. И тут неделю, оказывается, можно спокойно быть. Я говорю, даже без воды. Потому что я выпил я опять два кофе чистые. Не знаю, зачем я хочу добить эту пачку вообще кофе бросить. Потому что я его и не люблю. Я его покупаю все время. Шучаю, что кофе я пил из-за сахара. Если без сахара, я их и пить не хочу. Я их не люблю, они мне не нравятся. И я уже их бросал. Потом опять начинаешь покупать. Да вроде хочется что-то там. И вот я в этот раз. Поэтому тут я просто по этой методичке можно. И вот у меня там стоит две пачки чая, пачку кофе. Я хочу добить наконец-то. И поэтому просто пил. Хотя я делаю это не с радостью. И даже воду. То есть по сути мое мокрое голодание от сухого тоже не сильно там отличается. Потому что пил-то я через силу. Вот перед той же яшмовой лягушкой желательно выпить стакан. Ну, видимо, чтобы уровень поднять. Там чуть-чуть в желудочке, чтобы легче переливалась эта жидкость. Вот и все. Вот. Поэтому вот такие вот дела. К вечеру получше стал чувствовать. Но потом я скажу, что я говорю, все вот эти, по крайней мере, я, конечно, болею. Я опять об этом говорю каждый раз. И мне тяжело сделать адекватный вывод. Потому что все вот эти, так скажем, характерные симптомы, что там боли, тошнота, головная боль. Или у меня они и при моей болячке. И мне тяжело судить, когда мне плохо по моей болячке, а когда это действительно. Я сомневаюсь, что я буду когда-то этот опыт повторять. Что-то у меня уже такие мысли даже на здоровый. Потому что все-таки человек неадекватный. Сколько я этих дневников пересмотрел. Нехватка кислорода, видимо. Как я вот так судя читаю, вот всех тех докторов слушая. И просто вот эти дневники. Мне интересно было сейчас в интернете много. Можно найти обывателей, которого так же пробовали люди. Ты не в порядке. У тебя апатия полностью начинается. Поэтому да, какому-нибудь отшельнику в пещере, которому нужна эта апатия, чтобы просто сидеть и никуда не рваться, может быть. Но если ты чем-то деятельно занимаешься, причем не только физически, как я узнал на опыте. Тебе и умственный труд не хочется ничего делать. Причем это не просто чувство какой-то лени или тяжести, а именно апатии. Именно равнодушие, безразличие. Человек, который живет и чем-то занимается умовым физическим трудом, тогда это вообще все не подходит. Это как лечение. Да, сейчас хочется похудеть. Но да, надо там недельку, месяц, кто-то смотрит, сколько жиров. Тогда холодание подходит. А мне нет. Но это я еще об этом скажу уже в конце. Я постараюсь кратенько. Ну, а так вот все. Вот вы меня видите. Шестой день закончился. Пошла финишная прямая. Уже 10 часов. Уже седьмой день, в общем-то. И ночь впереди. А потом днем. Днем буду готовить там. Какие-то делишки. И так все пройдет. Так что вот так вот. Вот такое вот мое семидневное голодание прошло. Ну, все. Всех храни Христос. До следующего дня. Пока-пока. Ну что, всех приветствую. Седьмой день, последний моего голодания. Вот он уже видится. Финишная прямая. Выход. Завтра я запишу послесловие. Восьмой день о выходе, да. Потому что самый важный такой момент для многих. И этот выход покажет, действительно ли рабочая эта схема с этой лягушкой, которая выгоняет желудочный сок, перегоняет его в кишечник. Это вот чисто такой технический момент. Очень интересный, очень важный на самом деле. Вот. Ну, а что могу сказать? Сегодня у меня опять так слабость была дикая. Вот. Что-то там еще. Руки ломили тоже сегодня весь день. Всю ночь. Спал так себе очень плохо. Вот. Чисто я не знаю или с этими выводами. В жизни мне еще этот опыт приходится. И тяжело сразу сказать насчет духовных их моментов. Это еще покажет. Главное, опыт есть. А он всегда в жизни. Мы сами знаем разные опыты. Тебе потом приходит на память или служит какую-то добрую или плохую службу. Так и с этим голоданием. Может быть, я даже действительно много хочу. Не много, а вот хочу немного сказать о технической стороне. Что действительно человек может жить без еды неделю спокойно. Тем более такой дырич, как я, в котором действительно по этому коэффициенту правильного веса там во мне 1,85 метра роста и было 66 килограмм. Это минимальное, так скажем, в минимальных рамках я в допустимых. Но вот завтра я как раз взвешусь. Завтра как раз уже будет выход. Покушаю там еще раз. То есть уже будет. И вот я запишу ролик, послесловие. Как раз получится 9 роликов. Один предисловие. 7 дней голодания. И один послесловие. Как раз по 10 минут на полтора часа. Отлично. Так вот я их все вместе соберу. Вот. И вот проверить. Главное, я жму лягушку. Чтобы действительно очень удобный способ. Вот. Ты начинаешь относиться. После такого голодания уже проще к какому-то пропуску пищи. Там обед, ужин. Даже ты сутки не поешь. Теперь я буду на это смотреть действительно, как я раньше никогда не смотрел. Это вот что из таких, знаете, чисто из материи. Что касается. Очень простого. Очень понятного. Это правда прикольно. Вот. То есть теперь. И вот лягушечка. Это помогает. И чувство голода убирать. Причем как оказывается, что это рефлекс. А не действительный позыв организма. А действительный позыв. Это понижение сахара в крови всего лишь на третьи сутки. Да. То есть вот я разобрался с этими вещами. Сейчас вот там углеводы ест. Потом там жиры. Потом белки. Только получается белки-то нам в самую последнюю очередь нужны. Особенно масса и количества. Вот. Но по жизни я понял. Я говорю, я это буду применять к крестьянскому мировоззрению. Что да. Может быть когда ты сидишь в пещере. Тебя тянет. Как там сидели монахи, которым делать нечего. Там они может быть какую-нибудь работицу делали. Плели корзинки. Да. И тебя тянет. Распирает. Можно было поститься. Неделями. Но если ты живешь вот как я. Я живу в принципе-то все равно среди людей. Да. У меня огород. У меня вот дом, в котором я живу. То есть можно что-то делать. Сейчас весна наступает. Хоть и пост. Да. То есть. А сил вообще нет. И нет ни физических, ни умовых. Вот я делю. То есть дух угощается. И вот как Серафим Саровский и многие святые писали, что вы смотрите, если тело так-то ущемляет, что у тебя и дух падает унынием, это неправильно. И вот я говорю, специально хотел на практике пойти. А падает именно дух. Я не знаю, как это объяснить. Не в смысле там уныния какого-то, отчаяния, а именно апатия, если я правильно это слово понимаю. Наступает апатия. Мне ничего не хотелось. Я не делал ни физической работы, у меня не было сил и желания. Я говорю, не столько сил нет, сколько почему-то такая зависимость, именно желания нет. Вот я говорю, почему если ты в пещере, тебя кот несет. Вот мы все знаем, поел, энергия пошла, куда-то несет. Что-то делать, что-то творить, трындеть, бежать куда-то. А тут апатия. Именно апатия. Это какая-то гремучая смесь между нежеланием, безразличием, бессилием. Всего вместе. Я бы так назвал. И даже вот за компьютером я работаю, я не мог работать. Я ничего не делал. Я вот так всю неделю, как будто я и правда, как уезжают на это лечебное голодание, там они правда что-то тоже делают, но по сути и называется лечением, то есть отдыхом они там пусть и ходят, пусть и что-то делают, пусть даже там занимаются, есть спортзал, может быть, какой-то поддерживать. То есть я тоже мог так что-то поделать, я что-то ходил. Но это апатия именно духа. Духа. Вот дух падает вообще жуть. Причем не в какое-то прям отчаяние или уныние, а просто в какое-то безразличие. А это нехорошо. Человек не должен быть безразличным. У человека есть стремление, желание. Вот. Поэтому это вот, наверное, вот такой мой вывод однозначно, что это никакой пульт. И второе. Я все время думал, я кто знает, у меня есть свои каналы, я там благовествую по мере Божьего благословения. Вот. И пост я всегда, как и Христос, ассоциировал, помимо, конечно, упования, но она растягивается длиной во всю жизнь. Так же и пост, это пост без любви ничего не значит. Пости, это значит кому-то отдать то, что у тебя есть. А мне нечего было отдать. Я не понимал, ради кого я это делаю. Мне уже так тяжко, ты думаешь, зачем ты это делаешь? Одно дело вынужденное. Да, я теперь понимаю, попал в плен. И тут-то были соблазны, и тут ты держишься. Вот, еда под боком. Ты сам себе хозяин. Ты мог есть, мог не есть. А уж где-нибудь тебе там миску не дали, но ты будешь спокойно лежать там, и сколько надо лежать. Умереть от голода это не страшно, тоже я понял. То есть вот лежишь, да лежишь. Ну, помрешь, как обессильт организм, отключится, да и все. Чувства голода нет, страданий нет. Тем более вот эта яшмова лягушка помогает. Вот эти так называемые слабители. Я их как медицинские средства не считаю. Тем более я просто не успел доковыряться. Можно было какие-нибудь травы заваривать, которые пронесло бы так, что мама, не горюй. Я просто не успел этим добиться. Уже вот того, что я хотел все-таки связаться с Великим постом. И той информации технической по поводу лягушки всего, мне этого хватило, чтобы действительно решиться на это. А так-то, конечно, можно. Хотя, что там, это магнезия такая чистая, чистый продукт, по сути. Что там, соль какая-то. Калий, магний, все это. Вот. Ну и что я там три раза сделал? Никаких клизм я не делаю. Все для меня неестественно и неприемлемо. А ослабительно естественно для человека. Я говорю, есть и овощи, кто знает прекрасно, с которых очень хорошо проносит. Есть и фрукты. И вот есть тем более всякие травы, какие-то концентраты. Какие-то всякие шиповники и так далее. Уж не греет, что есть действительно травы. Я знаю. Я просто не стал опять разбираться. Все это издрели было. Вот. То есть можно было, как говорится, более натурально применить. Ну, у меня тут, я живу в деревне, все равно нигде не купил бы я этих трав. Это надо где-то покупать уже сейчас. Вот. Либо там где-то летом собирать, что ты соображаешь. Вот. Это все я не считаю за какой-то там недочет. Тем более, я говорю, этот пост я как бы сам на себя натягивал. Поэтому я старался таким предосторожностью. Бог мне так посылает болячку. Я говорю, конечно, не совсем эксперимент был так называемый адекватный. Потому что я и так, я говорю, у меня симптомы очень похожие на голодание. У меня всегда болит голова уже 4 года. Слабость там. Все это у меня присутствует. Хотя то меня отпускало немножко. А я понимаю, что я залип в этом состоянии. Это вот было от голода. И плюс, я говорю, у меня в болячке даже апатии-то у меня не было. Да, мне плохо в приступы. Более-менее, когда они отпускают, я так живу, работаю, двигаюсь. Но это вообще была апатия. Именно апатия. Не хватает, видимо, ни кислорода, как говорят, я так понял. Вот поэтому я там на роликах, я там где записывался, на других каналах. У меня рот там открытый, я сижу, видимо, вот. Так что вот такие. Да это вот что по плоти. Поэтому просто начинаешь действительно, как все говорят, это я согласен. Еще проще к пище относиться, к питанию, к принципу питания, к количеству питания. Это да. Вес там, сколько я не потерял, завтра взвешусь, скажу в последнем ролике. Это все набирается моментально, я знаю. И в этом и проблема всех этих толстых людей, которые желают методом голодания. И потом, если обратно возвращается к плохой пище, к плохому режиму, к нездоровому питанию, вот, то мое дело просто обратно. Я всю жизнь жил спокойно, у меня к этому страсти не было. Буду питаться, как питался. Вот. Поэтому теперь я все, что буду экспериментировать дальше в своей жизни, это просто, действительно, там, можно без обеда оставаться. Вот тебе весь пост или там день пропустить. Это вообще не страшно. Вот это яшевая лягушка, сейчас она сработает после недельного голодания. Потому что, тем более, чудесный метод, открытый еще, оказывается, никакими там не нашими врачами. Я услышал только у одного врача, вот, сколько дневников пересмотрел, все об этом молчат или не знают. А это, оказывается, еще вон, древние-древние люди, монахи, там, все это знали методом опыта. Ничего ты не применяешь, никакими средствами не пользуешься, все естественно. Вот. Вдохнул 10 раз, вот тебе и все, и перелилось лишнее. Все отлично, и желудок в порядке, и чувство голода, и рефлекс этот пропал. Так что, вот так вот, все, пойду кушать. Так что, до встречи, до завтра. Всех храни Христос, пока-пока, и до встречи в послесловии, ролика послесловия. Христос посреди нас. Ну что, последний денечек записи, это выход, так называемый, из голодания. Сегодня шестое, понедельник, восьмой день поста, так называемого, великого, да. Вот. Ну что, я хочу сказать, что все отлично. Я хотел бы, так скажем, по трем параметрам пройтись и остановиться, конечно, на чисто материальной, да, части, так скажем, материи, материи, да. То есть, конечно, в основном люди голодают по трем причинам основным, да. Ну, первая даже очень такая, наверное, самая основная, я все-таки выделил в интернете, это похудение, да, то есть люди с лишним весом. Вторая – это здоровье и долголетие. И третья – это вот там духовное просветление, еще что-нибудь еще, да. Вот. Чтобы ролик не записывать долгий, я также запишу 10 минут, чтобы собрать вот этот мой дневник. Он получится из 9 частей, полтора часа, каждая по 10 минут, да, 90 минут. Вот. Поэтому я, конечно, голодал не из-за похудения. Я вам говорил, что во мне 175 рост и 66 килограмм было на входе. Это минимальный такой допустимый нормированный вес для моего роста. Вот. Во мне было 66 килограмм. И что удивительно, я сегодня взвесился, у меня своих весов нету, я взвесился опять в медпункте, там в деревне сходил. Я всего лишь на 2 килограмма похудел, видите. То есть говорят, килограмм в день, может быть, так на жире и сбрасывают, вот. Но я столько не сбросил, да. Вот. То есть это вот что касается похудения, да. Второе по поводу здоровья и долголетия. В долголетие я вообще не то, что не верю, да. Я христианин. Я вначале так об этом мягенько говорил или, может, даже не совсем сказал. Ну и вы сами понимаете, первые дни писал. Может, вообще не буду пасть, может, брошу, может, не додержу. Да. Не понимал, для кого. Я думал, может быть, для просто людей записать. Потому что все-таки попрактиковал голодание. Кому-то будет интересен опыт. Но на самом деле я убежденный христианин, христолюб, более того, да. Это шесть лет я живу такой уединенной жизнью, так скажем. Вот. Изучая писание, предание церкви святых христовых. Вот. И поэтому, конечно, я исповедую Бога, абсолютного Творца неба и земли. И источника всего на земле, да. И поэтому все от него. И жизнь, и здоровье, и смерть, то есть долголетие, да. Поэтому у меня вот там экзема, она ничего не прошла, как была, 7 дней, те же самые результаты, да. У меня вторая болячка, уже четвертый год, я болею, диагноза нет. У меня там вечно болит голова, давление, пониженный пульс, слабость, там все вот эти такие есть приступы сильные. Вот. То есть симптомы очень схожи даже вот с голоданием, да. И, к сожалению, нельзя было провести в совершенстве, так скажем, эксперимент, чтобы почувствовать, когда там слабость. Но некоторые моменты, вот я сегодня же вышел, я понимаю, что то было, это было не моей болячки, а вот именно от голодания. Но опять же, любой эксперимент, он индивидуальный. Вот это голодание, то же самое. Нельзя всех под одну ребенку подхрести. Действительно, может быть, у меня был бы жир, может быть, на жиру бы я по-другому жил. Потому что та методика, по которой я шел, она как бы все-таки для голодающих. И, в общем-то, те, кто ее предлагают, тот же врач, который мне понравился, вот он, так скажем, занимается. Он не просто врач такой, знаете, который уперся в медицину и все. Нет, он как раз противоположный. Он хоть самый врач с образованиями, с двумя, да, но именно вот по жизни идет по другому пути, что, да, медицина – это не какая-то там абсолютная истина. Мне понравилось. Я сейчас скажу на конкретных вещах. Вот. Поэтому неизвестно, как у каждого прошло бы. Ну и второе просветление, конечно, я исповеду, помимо того, что Иисус Христос, Сущий нас всем, благой Бог, любовь, и Он же не изменяет, так Он еще при этом и свободен. Поэтому Он ни в коем случае не раб, ни узник нашей, ни молитвы, ни поста. Если мы думаем, что мы какие-то заклинания сделаем, ни обрядов наших, да, и Он тут же захочет и войдет. Нет, я делал это, конечно же, для духовных. Я как раз прежде всего вещей. Но здесь я не буду об этом говорить, вот, никакую я уже, может быть, вынес пользу знаний, никакую еще в будущем. Этот опыт мне может быть потом открываться, Господь будет, вот, самому что-то будет со временем. То есть нужно было узнать, потому что я об этом много читаю у святых и в Писании. Мне нужно было это сделать, как и многим, чтобы понять вообще зачем, что это, и чтобы об этом говорить, а то много в религии христианцы, в частности, говорят о посте, а никто никогда не постится. Ни день, ни два, ни полденька не сидят, ни на... Вот, я плюс, я веганец, убежденный, да, убежденный, опять же, не по медицинским показаниям, а по Христу, да. То есть Господь сотворил в раю, дал заповедь четкую, чтобы питаться, и те, кто хотят вернуться, очень легко, надо просто соблюдать эту заповедь. А то мы все хотим в рай, и никто не хотим жить райской жизнью, да. Вот, а все элементарно просто. Вот, поэтому я убежденный веганец религиозный, там у меня нет вопросов, и мне все равно, что говорят медицины, что все вокруг будут кричать тебе там. Вот, с этим у меня тоже нет проблем. Ну, я не сыроед, я не знаю, откуда они это взяли, они же опять медицины все это доказывают, человеческим опытом, а тут я не могу сказать, что можно опереться на Писание. А вот то, что веганство это по Писанию, это 100%. Причем именно даже веганство, не вегетарианство, а веганство это абсолютно по Писанию, абсолютно по той божественной райской заповеди, которую сотворил Господь с начала творения мира. Но об этом я дам ссылочки, у меня есть еще каналы «Христолюб» и «Беседы христолюбцев истины», там канал есть, сайт свой. Я дам ссылочки в описании к ролику, вы их все сможете найти, если кому-то интересно, если кто-то христиане будут смотреть этот ролик, всегда смогут найти. Я открыт для бесед, для общения, все тоже контакты будут и на экране сейчас попозже, и в описании, то есть звоните, пишите, пообщаемся. Вот, поэтому по поводу духовного опыта, так скажем, духовных каких-то знаний, просто пообщаться, это вот туда. По поводу похудения тоже, я рекомендую того врача, я долго смотрел, я интересовался, я смотрел всех этих буддистов, я такое не обидное слово, обидное слово, можно скажу, но обдолбанное, не знаю, как скажу. Просто ребята, вот так, скажем, постились не по разуму, им и плохо было, кто-то кровью плевался из желудка, то есть меня все это не устраивало. Вот, сам я к медицинским средствам как бы не прибегал, хотя там говорил вам о слабительном, но это натуральное средство, и более того, можно было заменить травами, я просто не успел подготовиться, так скажем, все-таки решил в этот раз притянуть ко дням Великого Поста, да. Вот, но то, что тот врач рассказал, я вот точно скажу. Короче, я за эти сутки объедался, я у меня стоял суп недельный, почти прокис, я его вот съел, там почти 2 литра было, и ничего, я набил полный живот, он с рисом, с грибами, с картошкой, с там, совсем тяжелым, да, уже этого достаточно. Я столько даже в обычный день не ем, потому что литровую чашку вот этого, которую я делаю, этот суп там рисовый, грибной, он очень тяжелый, его с трудом. Мне, я хлеб не ем тоже вот этот такой, только если лаваш, и то собственного приготовления. А хлеб такой я не ем, плесенный вот этот наш, как это называется, дрожжевой, да. Ну, мне приносит тут иногда бабушка из храма, и вот я даже его специально ел, то есть я сутки даже насиловал свой организм, отлично, я вышел, ничего у меня не болело, действительно, по методике вот этого врача, по этим подсказкам, все можно есть. Упражнение одно элементарное, это яшмовая лягушка, да, а что это такое, даже я не знаю, зачем вложить руки на живот, но вы потом увидите, я дам ссылку на его сайт, кому надо просто, кому полезнее, особенно, кто будет для похудения, то я считаю, христианин должен нормально выглядеть, ибо о каком тогда воздержании идет вообще речь, это лучше, может быть, даже вот к нему, чтобы он там следил, может быть, кому-то проще будет с какими-то там клизмами, я клизмы не приемлю, я считаю, что это неестественно, одно дело, естественно, прочистить все это есть, животные это делают, даже отрыгивание, рвоты, естественно, для человека, он может это сам сделать, для этого только два пальца нужны, а уже клизмы это неестественно, я живу вот по писанию, как Господь создал так человека, стараюсь в этом соблюсти, но здесь тоже об этом сильно распространяться не буду, вот, и поэтому я ел все, что можно, да, и вышел отлично, я не выходил ни на каких соках, там, цедил по трубочке в течение недели, вот, я сутки, я объедался специально, я поел раза четыре, я столько не ем, я решил специально даже вот это еще проэкспериментировать, ешь мой лягушка, это такое упражнение, это не и наши медики придумали, никто там, да, это опытно нащупали, а может быть, открыл им Господь, еще и древним всяким там отшельником, Восток и так далее, неизвестно уже это откуда, то есть ничего сложного, на самом деле, ты просто втягиваешь, через нос ты втягиваешь живот, по сути, ты там желудок поджимаешь кверху, из него лишний желудочный сок, вот этот желудочная жидкость, она вытекает, да, походу я больше 10 минут запишу, хочу все-таки поговорить, да, вот, время что-то летит, ну, час 40 получится ролик, ничего страшного, зато интересный, вот, кто будет интересоваться, там все это посмотрите, то есть два момента, на самом деле, то есть у человека бывает вот этот, на пути голодания, самое страшное, это вот желудок убить, да, и кишки, грубо говоря, кишечник, да, погубить, и из-за этого, и в чем смысл-то, оказалось, и вот, что я узнал, интересная вещь, я вам вкратце все-таки расскажу, потому что я говорю, а там вы уж сами разбирайтесь, я дам только наметки такие, а там, кому будет интересно, будет дальше, и можете позвонить, мы уже лично пообщаемся, я тоже не против такой, я всех люблю и помогу, чем смогу, по любому вопросу, вот, то есть на самом деле, у человека чувство голода вызывает не желудок, а сахар в крови, оказывается, оказывается, ну, все знают, голодный оборог, не ел 2-3 дня, да, оказывается, организм работает по принципу, когда сахар в крови падает, тогда клеточка, клеточка, но он же в клеточке, грубо говоря, или там в крови, я, конечно, не сильно, ну, так разобрался, мне этого достаточно, если меня послушать на этом бытовом уровне, кто медик и лучше меня это знает, а кто не медик, будет какая-то ступенька к дальнейшему исследованию, вот, то есть падает сахар в крови, да, и тогда организм дает сигнал в голову, там, что да, пора вот нам кушать, сахар этот, от сахара я тоже, я раньше как-то отказывался, я, видите, точно всего не знал, теперь точно откажусь, сахар неестественный, я просто точно знаю, что, конечно же, его не так давно из сахарного тростника стали выцеживать, так скажем, да, и изобрели, ну, как, скажем, стали производить этот арфинат-то самый песок, да, и не так, а у нас вообще, как и выяснилось, в советское время, да, в 50-е годы, там, кто-то при хрущеве какой-то тоже лысый, там, я не знаю, кто, Мичурин, не Мичурин, это с яблоками, да, я тоже, я не готовился, вы все знаете, или кто не знает, я уже сам поинтересуется, то есть не так давно, действительно, сахар есть во всем, он есть и в овощах, и в фруктах, и даже вот, как казалось бы, да, во всяких гречках, в рисе, он везде есть, его достаточно, человек сколько употребляет, ему вот так для организма, и поэтому этот баланс и соблюдается в человеке, что именно сахар говорит тебе о голоде, поэтому все вот эти сладкоежки, это действительно к диабету, ведет к ожирению, и что действительно ты организм сбиваешь, он не понимает, он получает сахар, который не мог получить в такой дозе ни с какого продукта, а ты сам сидишь там, сладкий чай с тремя ложками, да, поэтому тебе кажется, что ты насытился, через час он, оказывается, моментально впитывается, особенно в чистом виде, а не когда он в каком-то продукте, все, ты вроде бы съел Сникерс, там, или еще что-то, а через полчаса ты уже опять есть еще больше ходишь, да, то есть обманул, как будто организм, как будто поступил сахар, организм, сахар-то поступил, организм подумал, что ты что-то, он наелся, а он ничего не ел, кроме этого сахара, то есть вот, сахар действительно неестественно, соль ели всю жизнь, поэтому там о вреде, да, с преизбытком все вредно, но сахар действительно неестественно для человека, его никогда не было в чистом виде в природе, вот, вот я что понял, а желудочный сок в организме, оказывается, рефлекс, это вот там Павлов доказал со всякими этими собачками, привязывал там на мышах, на все собачки, звонили, вот, он выделяется просто, потому что мы едим, допустим, два раза, кто три раза, кто пять, кто один, и все, он просто выделяется, и как вот Эрю мне этот голод показал, вот я теперь с Господом могу хоть частично воззвать, да, не хлебом единым будет сыт человек, я говорю, я здесь не буду распыляться духовных даже, вот то, что я сейчас еще поговорю 10 минут, я буду говорить только вот о материи, что можно пощупать, но это действительно так, то есть теперь я буду свободно относиться там к пропуску обеднего, и завтракать, я вообще не завтракал уже давно, и тем более не буду, и у меня был опыт и тяжелого труда физического, я все равно там не завтракал, то есть все отлично, человеку действительно хватает тех углеводов, которых он потребляет в течение дня, и даже за два приема пищи, а может быть и за один, вот это вещь, я практиковал один тоже, но не сказать, что я там активный образ жизни супер ввел, вот, это как бы еще дело такого исследования, да, вот, то, что однозначно это два раза в день надо питаться, без всяких сахаров, натуральной, веганской пищей, да, вареной, сырой, какой угодно, но веганской, желательно тем, что тебя окружает и так далее, но по пище, с честно, я хочу отдельный ролик записать, мне 34 года, я пожил, я христианин, все-таки у меня тоже есть кое-какие знания, мысли, да и просто поделиться, может быть, кому-то это заинтересует, человек может меня смотреть и молодой, а может быть и старый, да, но с каким-то опытом другим жизненным, я все-таки, у меня есть желание поделиться чисто своими соображениями, вот, поэтому здесь я не буду удаляться так сильно в это, вот, и вот действительно, бережет желудок, вот, желудочный сок выделяется, его просто надо из желудка чуть-чуть потеснить, все, его надо в кишечник побыстрее отправить без еды, чтобы желудочный сок не разъел стенки, тогда желудок поранит, сами понимаете, кислота, разъедает стенки, все, он начинает раненый, поэтому, оказывается, после голодания, потом люди еще неделями питаются залечить его изнутри, потихоньку приучая к новым пищам, а там и кислота, и чего только нету, да, вот, оказывается, в чем оказалась вся фишка, ну, а это что такое, это вообще не химия, даже руки, я говорю, не нужны, просто дыхание, через нос втянул, там, 6, говорят, 8 секунд, да, я Иисусу молитву произносил, «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного», и выдыхал, все, вот все, что я делал, заодно и помолился Господу, вот, на коленях делал перед распятием, и все, и так 10 раз, все, делает, когда у тебя что-то, как говорят, засосало или зажурчало, ты, кстати, когда вот это журчание, ты слышно, как желудочный сок выбросился или там появилось больше, вот, то есть накопилась нужная критическая масса, так называемая концентрация, как правильно там сказать, все, это может делать каждый человек, это может делать в дороге, во время машины, даже во время ты идешь с кем-нибудь с друзьями, и, может, этого не заметить, как-то через нос вдохнул, втянул живот под одеждой, желудок поднялся, все, сделал 10 раз, действительно, проходит чувство голода, буквально через минуту, чувство именно, у тебя перестает импульс, если ты сам себя не будешь накручивать, если ты не более чем-то занят, я говорю, у тебя просто вот действительно заборчало, это супер, я делал так, делал так все 3 недели, может быть, даже потом не надо было делать, говорят, может быть, это надо поначалу, рефлексы человек очень быстро отступают, вот, как раз эти 2-3 дня и все, вот, ну, я делал даже для профилактики, как говорят, и 4-5 все дни, вот, что такое вот этот обморок, да, да, это вот переход с, сначала человек потребляется, я что узнал, углеводы, вот они, они всегда есть, они с запасом у каждого человека как минимум на день, а то и на 3, от 1 до 3, но таких, как я, веганов, это где-то на 2, на 2 дня, вот, и, оказывается, вот этот, когда все свои углеводы съедает организм, вот он и говорит, сахар падает, он эти углеводы расщеплял, оттуда тоже брал сахар и все, он упал, больше ничего нету, поэтому, естественно, нужно потреблять пищу, но опять же, потом организм переходит на жир, поэтому не надо кушать, надо организм сказать, извини, тебе придется на самом, на внутреннем питании сидеть, да, вот, организм на это питание, конечно же, садится, а что просто пережить, вы опять сказали, я так и сделал, кстати, я даже, может быть, немножко попутал, но я действительно, я веган, и поэтому там и писалось, что это может быть раньше, потому что так нет столько углеводов, вот, запасенных, вот именно в тех же жирах, они везде как бы чуть-чуть перемешаны, ну, естественно, они в отдельных волокнах, вот, и я тоже, я выпил, ну, кто, вот ролик, вот, сейчас вы один же смотритесь, допустим, кто-то целиком смотрит, я же там все это говорил, я-то сейчас каждый день пишусь, забываю, что я там говорил во вторых, третий день, то есть я пил, да, с сахаром, причем я, по-моему, и выпил, что я выпил и вечером, потому что мне казалось, что это и есть уже вот этот голодный обморок, да и потом с утра я выпил, тоже добавил два кусочка, вот, у меня был такой рафинад, бабушка мне тут тоже приносила в кубиках, я в чай добавил и пропил, вот, и все, чтобы организм чуть-чуть, ну, как всем говорят, у кого-то голодный обморок, таким действительно дают сладкое, сладкий кофе там или еще что-то, так и есть, сладкий чай крепкий, вот и все, это чтобы этот день пережить, и потом, походу, я еще потом 10 минут поговорю, но ничего, по выходу у всех такие большие ролики, и потом вот этот самый страшный, все, которые, это ацидативный криз, так называемый, сколько я слов это тоже думал, понять, что я разбирался, это что называется, это называется, когда тебе плохо, да, вот там люди лежат в основном, у них головокружение, тошнота, рвота у кого-то, что это такое, это когда вот после перехода с углеводов на жиры, да, вот где-то вот на, вот этот переход, это и есть падение сахара, все, человек перешел на жиры, но у меня, допустим, откуда у меня жиры, у меня жиров никаких нет, я вам сказал, я показывать себя не хочу, да, вот, я, по сути, и так-то особо не толстый, мягко скажем, я говорю, во мне раньше-то было 76-80 при 185, я говорю, сейчас, оказывается, я давно уже схуднул тоже, ну, потому что я веду такой образ, сидячий из-за болезни, в основном мало, что-то двигаюсь, поэтому вот так вот у меня, набрать его легко, на самом деле, при активном просто образе жизни, именно мышечная масса, потому что она у меня сдулась, вот, целиком уже, и вот люди сядут на жиру, потом с жира переходит на белки мышечные, вот тогда они уже потребляют мышцы, грубо говоря, и то белок мышечный, они его, конечно, во время, говорят, тоже чуть-чуть подщипляют, но там такие копейки, это живой опять пример, зачем нам белки все, белки и белки нужны, до мышц и до белка, организм набирается в последнюю очередь, и даже если в процессе что-то потребляют, там, говорят, чуть-чуть отщипывает совсем, даже он и в первый день, конечно, что-то там отщипывал, но это такие граммы, да живой пример, что я потерял 2 килограмма всего за 7 дней, вот тебе не хлебом единым, чем живет человек, непонятно, жил же, вот, и что такое, опять же, вот эти кризы, это, вот это накопление, действительно, человек все-таки должен и в туалет ходить, да, в стул, вот, и вот поэтому я не стал искушать Господа и помогал себе, так скажем, в чем я говорю, я считаю, что это не медицинские даже средства, магнезия, да, ее в народе называют, это калий-магнит, ничего такого, можно самому грубо говоря изготовить, но уж тем более, есть какие-то травы, я говорю, я также употребил всего лишь, ну, по той методичке, где я читал вот этого врача, да, надо было каждый день делать клизмы, даже на третий день после третьего дня по седьмой два раза в день делать, я ничего этого не делал, я выпил просто, почистил прям в воскресенье, вы помните, да, я говорил, во вторник и в пятницу я выпил эти магнезии, и все, и то я ходил спокойно, меня не несло, как там, я все думал, ой, будет нести, там что-то пишут, да ничего, самый страшный из всего процесса, это выпить этот стакан, он такой противный, действительно, как водка, говорят, вот, ну, соль, представляете, концентрированная, сколько там почти, сколько ложек-то получается, 4 ложки столовых, это жуть, вот, аж тошнит, пьешь, может, просто аж вырвать, все, вот в чем, да, говорю, я еще поговорю, получится 30-минутный ролик о выходе, ну, и на этом закончу, вот, вот ты выпиваешь, и все, ну, и потом ходишь-то этой водичкой там, и все, действительно, ты, во-первых, целиком кишечник промываешь, и не этими клизмами, пытаешься до тонкой кишки долезть, что толку толстую-то промывать, надо же тонкую долезть, а какой смысл все это делать, простите, правда, через одно место, если можно все по-нормальному, по-божьему сделать, это действительно по-божьему, вот, можно было, я, если, конечно, буду еще практиковать, я уже узнаю, понятно, есть овощи очень хорошие для стула, но вот им питаться-то нельзя, но есть точно травы, я знаю, вот, ну, я живу в деревне, я бы этих трав уже нигде не нашел, я говорю, мне далеко до райцентра, где бы я там искал, я уже все это не получилось у меня, я почему-то этот раз хотел к посту привязать это свое, свой эксперимент, а вот в Рождественске я 60 дней там не ел, но я не привязывался, даже раньше начали, там один раз в день ел, вот, тоже у меня был такой опыт, но я его не фиксировал, даже не думал об этом, вот, а вот здесь вот так вот, то есть можно просто будет каждый день, какая разница, что, вы видели, я там чай пил, потому что можно, оказывается, чай, кофе, и то я пил не с радостью, потому что я без сахара никогда их не мог пить, теперь вот брошу и сахар, и чай, и кофе, потому что без сахара они мне вообще не интересны, вот, и я чисто так, знаете, не знаю, делать нечего, я просто воду вам скажу, кто-то говорит, ой, такой вкус вода, не знаю, я вот как-то не особо люблю, и в момент голодания что-то ее не раскушал, вода как вода, даже я бы сказал, что она невкусная, вот, ну, может, такое чувство было, вот, ну, и поэтому, если то же самое, можно какие-то отварочки делать, тебя бы так же проносило бы потихонечку, то же самое водичка, водичка, я еще тогда думал до входа, почему нельзя-то, ведь воду же можно, я же как бы на мокром, как называют, голодании, вот, но меня она устраивала, потому что не хлебом единым, вот, я никого не пародировал, и я, там, ни за здоровьем не гнался, я хотел вот здесь посмотреть, что будет, да, ну, и все-таки на состоянии, даже на воде, какой физически, можно ли при этом жить, и как ты будешь жить, способен ли ты к трудоустройству, меня вот что интересовало, понятно, что вода все равно не напитает человека, какая бы она там волшебная ни была, как говорят, и какие-нибудь там фанатики, что вот, это ты не голодал тогда по-настоящему, да, мне это и мало интересует, я говорю, они оттуда что-то не ждут, кто там целиком голодает, может быть, омоложение клеток, а я знаю, что все от Господа, завтра закосит, и будешь ты там, у меня были другие цели, я как христианин, теперь говорю, уже откровенно, ни от кого не скрывая, да, вот, может, кто-то начал смотреть, хотя у меня кто-то знает, я не стесняюсь, я проповедую Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, вот, поэтому, ну, и все христиане, я надеюсь, делают то же самое, просто я как-то не знал, с какой я целью буду писать, может быть, действительно, не обязательно всем, я думал, чисто вот так, материальную показать, материальную от слова не деньги, конечно, от слова материя, видимую сторону, вот, ну, я, в общем-то, стараюсь и не касаться, действительно, этого, вот, но мировоззрение мое убежденного такого христианина по Писанию, причем, может быть, для кого-то слишком ревностного и кардинального, ну, так уж есть, да, я стараюсь исполнять заповеди Божьи по силе и мере своих возможностей тоже, никогда себя стараюсь не оправдывать в этом, и планки возносить, как Господь сказал, быть, совершенным, я эту планку помню, все равно буду к ней всегда стремиться, вот, и поэтому, вот, можно каким-то трав купить просто, и все, чтоб тебя так же, сколько надо, выходило спокойненько, да и все, да я так чувствую, и с водички просто будет нести, я еще и мало пил, надо было пить, может быть, побольше через силу, да и все, я даже первые дни забывал, перед лягушкой, желательно тоже выпить стакан воды, но все правильно, побольше будет, она, наверное, полегче будет выходить, переливаться, то есть уровень-то пониже, стаканчик еще туда плюхнул, 200 грамм, в нем всего-то 500 литров в желудке, говорят, ну, в таком вот среднем, все правильно, я потом стал, ну, как-то прочитал, сначала, может, невнимательно прочитал методички в этой, вот, и все, то есть, и все, у меня так же, я ходил обычной, как раз тут коричневой водой, как говорят, как и надо, да, то есть такой был, темно-коричневый, жидкий, жидкий водянистый стульчик, и хорошо, мне не было никакого кризы, ну, вы видели мое состояние, конечно, я был обдолбанный, но это не от этого, я чувствую, что это вот, хотя может быть, я говорю, я не могу ручаться, каждый пусть по-своему, я не был под наблюдением того врача, то есть, как там голодающий, у него можно быть под наблюдением, то есть, вот тут я не могу за все сказать, но я говорю, для меня клизма там неприемлемая, это 100%, вот, а вот так вот можно, так что, что я могу сказать, ну, сегодня состояние классное, я и ел, и сил у меня было, встал я плохо, но я всегда плохо встал, я вот болею-то, и мне показалось опять, ой, опять день такой плохой, потом думаю, да, господи, я же все время, я же привык просто после этой недели, мне показалось, что я и не выхожу из этого, да нет, я вышел, мне так хорошо было, у меня, конечно, после этой еды, я ел, я вчера два раза поел, сегодня два раза поел, я говорю, почему так, полотничком, даже тяжело было, бабушку принесла, там я и яблоко у нее было в пакетике, она у меня там, видимо, в храме была какая-то служба крупная, может быть, что-то было, вот, то есть, мне там надавали этих булок, я даже как бы объелся специально, я говорю, даже надрывал желудок, вроде бы, неделю в него ничего не попадало, и ничего со мной, все отлично, вот, вот такой вот опыт выхода, я хотел сказать, поэтому, я считаю, очень интересно, конечно, сегодня было супер, и энергия, все, ну, как я обычно, не в суперздравом, я и уставал, хотя я сегодня прогулялся много, и погулял, и что-то поделал, вот, и даже у меня такие мысли, ну, так хорошо, думаю, я же хотел, может быть, еще вот, великий пост сейчас идет, я-то из него как бы не выходил, потому что я веган, я ничего там и не ем, да, запрещенного, так скажем, вот, вот, а по поводу голодания, ну, не знаю, у меня была мысль, а потом я во время голода передумал, ну, может быть, вот еще что-то подшлифовывая, может быть, я еще страстную седмицу, последнюю, действительно, тоже поголодаю, может быть, но состояние мне не нравилось, вы помните, я-то еще вот сейчас не смотрел, сейчас буду монтировать ролик, еще же это я просто записываю, и переслушаю все, что я сказал, там буду, я ничего резать не буду, там, как это говорит, хвостики, начало, конец, там, соединять все буду, вот, все оставлю в сыром виде, как вы видели, я записывал, но вот, я поэтому даже не переслушал, что я говорю, сейчас говорю чисто опять ощущениями, каждодневными, свежими, то есть, как будто я каждый день бы выходил, вы бы меня слушали, вы, конечно, будет другое, наверное, ощущение, когда ты смотришь целиком ролик, мне было плохо, это было не до работы, это, говорю, было какое-то удивительное состояние, не апатию, у меня такого никогда не было, это не просто усталость физическая, организм какой-то напряженный, вроде бы он и расслабленный в то же время, а вроде я в напряге, вот, у меня тоже болели глаза, хотя они не так болят, ну, вот от этого моего там давления, или еще что-то бывает, как будто такие у меня веки бывают напухшие, конечно, рот видно там открытый у меня иногда, то есть, или это я там на других каналах, потому что, видимо, кислорода-то не хватает все равно, то он с пищей идет, сам, видимо, пищеварение, самоопотребление пищи, говорят, тоже все это с кислородом связано с насыщением, то есть, конечно, я был обдолбанный, я не мог, я ничего не записывал, я не умовую работу за компьютером не делал, ни физическую я не делал, хотя я двигался, с горем пополам ходил, такое состояние мне не нравится, как говорят, что можно работать, если это была токсикация вот из этого кишечника, что я, может быть, все-таки не вымывал и получал токсикацию, и что вот это как бы растянутый такой, может быть, назвать его ацетативный кризис, но я не уверен, потому что все-таки, я говорю, это каждый будет на себе проверять, все-таки они вот ездят специально в эти лечебные какие-нибудь санатории, там они, хоть они и двигаются, и спортзал там мог ходить, ну вот как и я здесь, то есть можешь что-то делать, но, в общем, ты неработоспособный человек, какой начальник потерпит вот такого вот равнодушного человека за компьютером, и уж тем более где-то, может быть, там на стройке, или где физически требуется работа, поэтому это все вопросы я не знаю, я на своем опыте не увидел, и ни в коем случае никому бы не сказал, что это возможно рискнуть так попробовать, когда от тебя будет нуждаться какая-то активность, может быть, даже маме, домохозяйке это еще возможно, хоть там и дети, но можно дома находиться, тем более туалет там нужен, а вот что где-то работать, я что-то пока после такого, ты бы видел, я сомневаюсь. Ну все, время подходит, получилось полчаса, видите, вроде бы говоришь-говоришь, казалось, 10 минут уложусь, нет, ну и пусть, я хотел выложиться. Вот все мои ссылочки я поделюсь с вами на экране, у меня есть такое окошечко, кстати, добавляйте ролик, если интересно, на память там или еще, поделитесь с друзьями, с кому-то считаете нужным, ставьте лайки, если понравилось. Все мои вот координаты на экране для связи, вот мой канал Христолюб отдельно, где я там монологи свои по христианству пишу, и вот тут, может быть, справа будут какие-то еще полезные ссылочки, там у меня есть каналы другие, где мы беседуем с христолюбцами, и на сайт, может быть, на какой-то плейлист. Ну все, на этом все, я говорю, по любым вопросам пишите новым знакомствам, я всегда рад, пожалуйста, я всегда открыт. Ну все, всех храни Христос, всегда радуйтесь в жизни, за все благодарите, всегда веселитесь, даже когда вы в постели. Если поголодаете, я думаю, что вы тоже не пожалеете, это необычный опыт, теперь где-нибудь в карцере я буду чувствовать себя с генгонением, неделю-две можно спокойно, тем более, если ты лежишь, тем более, у тебя соблазнов, не было, вот кажется, тут и соблазны были, я мог, нет, все отлично, да. Так что я думаю, что это должен каждый, наверное, в жизни попробовать, вот тут я не сомневаюсь. А подойти желательно грамотно, и не с точки зрения столько с медицины, сколько вот со всех, а объять параметры, я говорю, я пересмотрел тоже много дневников всяких частных, было очень любопытно, и только когда я нашел вот этого врача, который ссылочка, я говорю, будет в описании на его сайт, тоже, может быть, кому-то это подтолкнет, я уже однозначно решился на такой, хотя много лет я хотел, и вот как-то все-таки не решался искушать Господа. А тут, благодаря вот таким его знаниям, хотя он не с точки религиозной прям подавал, но меня устроило все, что он говорил. Вот кого-то, может быть, устроит то, что я. Ну, а каких-то, я говорю, духовных вещах, я уже здесь, это либо в других беседах, либо на своих вот каналах религиозных, христианских, я буду, там я думаю, что я еще чем-нибудь поделюсь обязательно. Я говорю, возможно, опыт будет открываться позже. Всегда есть какая-то, мы потом с годами что-то вспоминаем, анализируем, как что в нашей были. Все мы когда-то крестились, только потом узнаем, когда переживали, рождались свыше, преображались. Так же и здесь. Я думаю, что этот опыт еще будет, знания от этого опыта, они еще какие-то придут. Я, в общем-то, даже по большей части не хочу спешить с какими-то выводами. Ну, хотя кое-какие мысли, конечно же, я сделал. Вот, но это уже не здесь. Ну, все. Всех храни Христос. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok